Всем привет, с вами снова ваша Даша, и я решила продолжить рассказывать про разработку игры. Я уже упоминала, что сейчас работа идет над промо-роликом. Первым этапом было написание сценария, где я примерно разобралась, как он будет выглядеть. Вторым этапом идет отрисовка концептов всех персонажей для ролика, так как они пригодятся для создания раскадровки. Поэтому сегодня я поделюсь кое-какими советами касательно создания концептов. Я в этом не особо сильно, но, возможно, мои мысли смогут вам пригодиться. Ясное дело, что для создания концептов нужна база в рисовании. Уверена, вы уже знакомы с образовательной платформой Skillbox. Ранее уже рассказывали о курсе профессия коммерческий иллюстратор. Данный курс подойдет как новичкам, так и тем, кто уже имеет навыки в данной области. По прохождению курса вы освоите Photoshop, Illustrator, Procreate. Научитесь создавать коммерческие иллюстрации и анимацию. Сделайте первые проекты для портфолио, а Skillbox поможет вам с его правильным оформлением. При обучении 6 часов в неделю срок обучения будет 16 месяцев. А если будете учиться 15 часов, то сможете освоить курс всего за полгода. Все зависит только от вас. За это время вы пройдете 98 тематических модулей и 405 онлайн-уроков. Это целых 7 курсов, по окончанию которых вы защитите свой диплом. Учиться и работать иллюстратором можно из любой точки мира, а после обучения вам гарантируют трудоустройство, либо вернуть деньги. Помните, иллюстрации это не только про книги и журналы, а про множество сфер, включая рекламу, сайты, приложения от маркетинга до IT. Поэтому не упустите свой шанс начать обучение актуальной профессии прямо сейчас. На курсе профессии коммерческий иллюстратор существует много бонусов. Например, вы получите год английского бесплатно, а также дополнительный курс дизайнер на фрилансе в диджитал. Подарок. Ну и самое вкусное, весь декабрь в Skillbox идет новогодняя распродажа, скидки на курс до 60%, а по моему промокоду SnellDash1 можно получить скидку еще 5%. Ссылочку на регистрацию вы найдете в описании ролика. А теперь мои 10 советов о создании концептов персонажей. И первое, чему стоит уделить внимание, это описание персонажа. Если у вас есть лор для проекта, это намного упрощает жизнь. В моем случае описание игры не очень большое, поэтому, создавая персонажа, я продумывала каждому дополнительные, скажем так, подсказки. Например, возьмем фермера. Задаем себе банальные вопросы. Какого он пола? Какого возраста, роста, достатка? Потому что бедный и зажиточный фермер будут выглядеть по-разному. В каком мире живет фермер? В какое время живет ваш персонаж? Потому что в будущем персонажа мы будем рисовать, скорее всего, какой-то футуристической одежде. А если это первобытный какой-то строй, то там, конечно, будет совершенно другая одежда. Еще важный вопрос, чем ваш фермер занимается? Ну, не обязательно фермер, а ваш конкретный персонаж. Он выращивает скот? Или у него какие-то парники с огурцами? Короче, подумайте об этом. Какие инструменты также помогают в работе вашему персонажу? Какие хобби есть у него? Какое семейное положение, отношение вообще к людям, к миру? Какой у него характер? Потому что тихоня, скромняга будет отличаться от какого-то отважного героя. Или, может, ваш персонаж вообще ленивый? Все вот эти элементы, ваши ответы, можно очень классно обыграть визуально. Например, ленивому добавить какой-то животик в грязную одежду. А тихоню изобразить с горби в спину, в плечах. И показать вот эту, застенчивать какую-то. Также прическа, обувь, одежда. Все должно отражать ваши ответы на вопросы. И зная ответы, вам намного проще будет перейти ко второй вещи. Это продумыванию характерных элементов. Это нужно в первую очередь, если для вас важно подчеркнуть принадлежность персонажа какому-то типу. Опять же, если это воин, то его характерными элементами будут, например, броня, оружие, какая-то защита. В моем случае важно, чтобы персонаж для зрителей виделся как фермер. Чтобы они понимали, что это фермер. У фермеров есть своя одежда, свои инструменты. Не знаю, какая-нибудь соломенная шляпа, обувь какая-то определенная. Если у вас, не знаю, какой-то монстр, то характерными элементами будут его детали защиты и нападения. Это могут быть какие-то клешни, когти, зубы. В общем, сделайте для себя шпаргалку, и она поможет вам в следующем этапе. Потому что следующий этап – это подборка мудборда, ваших референсов. Так как без референсов сложно создавать, особенно новичкам, что-то уникальное и свое. Найдите визуальные примеры для ваших ответов. Вот ту самую броню, оружие, защиту для воина, одежду. Поищите какие-то прикольные фотографии, картинки, просто, возможно, текстуры. Это тоже помогает. Я, например, за основу броню одежду славянских вот этих крестьян. Тех самых, которые раньше занимались котовым, садоводством на наших землях. Также можно подобрать рефы для цвета, атмосферы, эмоций. Как я сказала, фактур, текстур. Все, что вам может казаться похожим на то, что у вас в задумке, все это соберите в один файл. Дальше мы приступаем к рисованию. И уже на базе наших ответов и вот этих референсов я бы советовала начинать рисовать персонажа с простых форм. Зарисовочки простых форм. Грубо говоря, если в ответах вы указали, что у вас высокий, худой, молодой парнишка, то форма будет, соответственно, какая-то худая, вытянутая, вертикальная. Если у вас описание, например, для кого-нибудь барда звучит как маленький, пухненький, бородатый гном, то и базовая форма будет маленькая, какая-то такая кругленькая и уже не вертикальная, получается горизонтальная. В общем, экспериментируйте. Также вы можете сделать какие-то отдельные элементы больше, меньше, да, там большие руки, маленькую голову. Но помните, что все эти элементы должны соответствовать вашим предыдущим ответам. У меня, например, люди остались людьми, там, в принципе, стандартные болванчики. А вот когда я делала монстров, я как раз рассказывала, что я сделала для всех большие руки. И вот эти руки большие, кстати, относятся еще к одной важной вещи, которую советую использовать. Это то, что подобные элементы объединяют всех ваших персонажей. То есть добавьте какой-то элемент в форму или в текстуру, которая будет повторяться из персонажа к персонажу. Это поможет зрителю понимать, что данные, например, жители, допустим, из одной деревни или из одной вселенной. То есть старайтесь это учитывать. Вот как у меня большие руки у всех, сразу понятно, что они какие-то вот с одного мира. Теперь давайте поработаем уже над наброском. Я обычно делаю персов в какой-то статике, да, то есть в фронтальном виде. Пытаюсь собрать в кучу все, что она придумывала до этого, да, все, что написала, все, что по рефам нашла. Учитываю, конечно же, общую массу, на которую накидываю уже эти элементы. Я не прорисовываю сильно все, больше работаю на первом этапе с объемами. Потом уже можно, да, дорисовать какие-то детальки. Детальки — это тоже очень важная часть. Мы обсуждали, что между собой персонажи должны быть похожими, да, иметь какие-то совместные элементы. Но также каждый по отдельности персонаж должен быть уникален. И вот эту фишку вам нужно постараться добавить каждому, да, вот эту уникальность. В моем случае у фермера, например, на глазу повязка, а у гонца странная шапочка есть. То есть персонаж сделан круто тогда, когда даже нарисовав вашего персонажа в другом стиле, понятно все равно, что это вот конкретно этот персонаж. Даже если вам, я не знаю, покажут только одну часть этого персонажа, вы все равно догадаетесь, кому он принадлежит. И вот это и есть та самая уникальная деталь, которая важна, за которую вашего персонажа запомнят. Я вот недавно рисовала глаза персонажа из Геншина. И даже по глазам все сразу понимали, кто это, да. То есть там повязка какая-то на глазу, волосы, как-то челка лежит по-особенному. И люди понимали только по глазам, кого я нарисовала. Я думаю, тут пример понятен. Вот. Когда ваш фронтальный концепт готов, в зависимости от задач, вам понадобится сделать дополнительные наброски. Где-то понадобится вид сбоку или сзади, где-то какие-то отдельные элементы одежды, а также движений и эмоций. У меня в кадре не так много действий у всех героев. У меня там ролик всего на 30 секунд, поэтому особо я не работала там и с эмоциями, и позами. Но если вы делаете комикс, какую-то иллюстрированную книгу или мультфильм, где персонажи часто появляются, испытывают разные эмоции, разные движения делают, то обязательно нарисуйте вот себе шпаргалку со всеми этими подсказочками, да, со всеми эмоциями, движениями, видами, да, спереди, сбоку, сзади, может, даже сверху и снизу. То же самое относится к моменту с позами. Например, Ганес у меня по сценарию бежит как одурелый, из-за чего вместо статичной позы я на концепции сразу добавила ему немножко динамики. Опять же, поза должна соответствовать вашему персонажу, то есть ленивый, например, персонаж будет явно бежать не так, как озорной ребенок. Помните об этом. Поза как элементы, как одежда, как броня, это все тоже инструмент, который помогает вам раскрыть в полной мере вашего героя. Ну и в конце еще две вещи касательно цвета и компоновки. На первых этапах, как минимум, я советую тонально в черно-белом виде набросать, как будут выглядеть герои. Тон помогает в полной мере выделить важные части и объекты. Потом уже на этот тон можно сделать какой-то цвет. Если у вас много времени, то, конечно же, лучше делать цвет сразу. У меня, например, нет времени делать все в цвете. Именно поэтому я сделала лишь тональные наброски. Их будет достаточно для создания раскадровки. Цветом я уже буду заниматься, когда будет готова ключевая анимация. И последний пункт относится к компоновке. Вроде как бы мелочь и не очень важная вещь, но мне кажется, все равно все ваши наброски будут куда лучше совместить на одном листе, потому что так вы сразу сможете увидеть общую картинку героя. То есть не ленитесь дорисовать какие-то дополнительные элементы более увеличенно. То есть если у вас есть какая-то деталечка, какая-то сумочка, какая-то заколочка, вынесите отдельно ее. Нарисуйте тоже ее с разных сторон, с разных видов, потому что наверняка она пригодится вам еще не один раз. Сделайте выкраски, сделайте, не знаю, мутборд с материалами. Все, что вам пригодится в будущем, разместите на одном листе. Потому что куда приятнее открыть один файл и сразу видеть все в общем виде персонажей, чем искать по отдельности этот каждый элемент, тратить кучу времени. Вот. На этом вроде все. Надеюсь, что-то будет для вас полезным. Можете рассказать и поделиться, как вы создаете персонажей, то есть какие вы учитываете моменты. Обязательно пишите. Ставьте также ролику лайк. И отдельно спасибо ребятам на Бусти и Патреоне, кто поддерживает меня чекайной монетой. За подписку всего в 150 рублей вы сможете получить доступ к выше 100 уникальным статьям, роликам и урокам. Ссылочки в описании. На этом все. Всем хорошей недели. Берегите себя. Обнимаю. И пока.